Автофокус нового Mark III наделал много шума. И чтобы закончательно закрыть этот вопрос, сегодня я хочу сравнить его с автофокусом хорошей большой зеркалки. Кроме того, на днях вышла новая прошивка для него, я ее установил. И сейчас мы посмотрим, что в ней появилось нового. Погода, правда, сегодня и не велосипедная, и не видеоснимательная. Кстати, окей, Google, какая сегодня погода? В Мельбурне сейчас 43 градуса. Ясно. Сейчас я задам одинаковые классические настройки на обоих фотоаппаратах. Переводим фотоаппарат в режим видео. Переключаемся на ручное управление видео. Как вы знаете, скорее всего, чтобы избежать эффекта стробоскопа, нужно выдержку ставить, скажем так, помноженную на 2 частоту кадров. Меня сейчас снимает на 30 кадров в секунду. Это значит, что выдержку ставим на 1,6. Придется мне немножко приблизить зумом, чтобы выровнять с большой камерой фокусное расстояние, которое у большой камеры 40, значит, здесь будет примерно 40. При таком фокусном расстоянии минимальная диафрагма на этом фотоаппарате будет 2.8. Как раз то же самое значение, что и на большом фотоаппарате. Сравнивать работу автофокуса будем с вот таким вот фотоаппаратом Canon 70D. Это классическая камера, которой пользуются многие известные имена. С ней я буду использовать вот такой вот объектив, так называемый блинчик. Он интересен тем, что у него есть система STM на ведение фокуса. Она как раз заточена на съемку видео. Она бесшумная и быстро реагирующая. Фокусное расстояние 40 мм и постоянная диафрагма 2.8. Как раз те самые показатели, которые мы установили в маленьком фотоаппарате. Так что выставляем на нем такие же характеристики. Выдержку ставим на 1,6. Диафрагма всегда 2.8. ISO ставим минимальным. У этого фотоаппарата нет встроенного ND-фильтра. Я буду пользоваться вот таким дешевым примитивным фильтром. Он интересен тем, что плотность затемнения у него изменяется. Вот я включил оба фотоаппарата. Давайте попробуем сделать два теста. Первый тест будет при вот таком жестком свете. Это, конечно, не самые лучшие условия для съемки, но как раз проверим. А вечером, когда солнце уже зайдет, я сделаю еще один тест. Итак, это большой фотоаппарат. Это маленький фотоаппарат. Расстояние примерно полтора метра до обоих фотоаппаратов. 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 Попробуем, как они наводят при подходе-отходе. Ну и совсем близко. Попробую в тени совсем. Попробуем. 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 ну пару слов о новой прошивке прошивка новая называется 120 официально доступна середины декабря на сайте написано что внесены в нее три изменения первое изменение вернули обратно 24 кадра которые почему-то убрали из настроек убрали не только из этого фотоаппарата это пошла новая какая-то идея у канона убирать 24 кадра но вернули но считается что моргание в 24 кадра это то самое моргание которому человечество привыкло ходя в кинотеатры хочу добавить что 24 кадра возможность включена теперь и в 4k и в high definition изначально меню в прошлой версии выглядело вот так вот а теперь стало вот таким не знаю кому-то нужно это или нет но в 24 кадра теперь можно снимать следующее изменение касается автофокуса но скорее всего это изменение так сказать косметическое то есть опять же меню выглядело вот таким образом в прошлой версии видите просто режим 1 режим 2 в новой же версии появились подписи распознающие что такое режим 1 и что такое режим 2 то есть написано что режим 1 это responsive то есть это быстрого наведения и режим 2 плавного наведения кстати осталась надпись чтобы линзу наводящую на фокус не услышно было в микрофон применяйте внешний микрофон на третье изменение что теперь с помощью bluetooth пульта которого у меня нету к сожалению вы можете управлять фотоаппаратом не только при съемке видео и фото можно им управлять режиме live streaming то есть когда вы вживую передаете транслируете ваше видео то теперь можно пультом приблизить удалить ну остановить не знаю какой смысл останавливать когда все идет живую еще один вопрос который хотелось бы обсудить это главный вопрос который спрашивает mark 3 или все-таки старый mark 2 однозначного ответа на этот вопрос дать сложно поскольку у каждого свои потребности но давайте разберем основные отличия а вы уже дальше решите нужно вам это или нет первое отличие удобное отличие это подключение внешнего микрофона маленьких фотоаппаратах с такой функцией практически нету на рынке но она не должна становиться главной при выборе этого фотоаппарата поскольку звук всегда должен дублироваться если вы пишете с микрофона суда что-то не дотыкнулась что-то вы не включили что-то с проводом отсняли ролик звука нет он никуда не годится поэтому все равно в любом случае должен записываться второй звук пусть это будет даже сотовый телефон который лежит в этом кармане включенный на запись звука поэтому если у вас вдруг нету подключение внешнего микрофона то микрофон внутренний фотоаппарата будет использоваться как второй источник звука а первый у вас будет записывать микрофона какое-то устройство вторая функция это возможность live stream передачи видео напрямую в интернет великолепная функция ее трудно настроить но работает она хорошо но она великолепна в полевых условиях когда вы где-то в поле в походе на речке с рыбалки передаете в живую если вы делаете это из дома то простая веб-камера и компьютер решат ваши проблемы кроме того у марка 2 есть выход hdmi можно подключать его к компьютеру использовать его как веб-камеру настраивается функция это сложно но можно ну и третье самое важное наверное отличие нового аппарата это 4k плюсы очевидны 4k дает великолепную картинку кроме того если вы все-таки выкладываете видео в hd 4k дает великолепную возможность кадрирования то есть вы можете взять одну четвертую кадра двигать кадр как угодно без потери качеств но выкладывать видео в 4k на youtube в настоящее время я не вижу никакого смысла во первых статистика показывает что 60 процентов всех просмотров происходит сотового телефона но я пока не встречал сотовых телефонах 4k кроме того 4k требует естественно 4k телевизор требует хорошего интернета для просматривания то есть ближайшие год два-три я не вижу возможности использования 4k для зрителей хотя кто знает технологии развиваются мгновенно но 4k несет с собой некоторые проблемы скажем так во первых это объемы объем информации утетверяется ее надо хранить до обработки потом и надо выкладывать что получается в четыре раза дольше ну дальше youtube хранит ваше видео без проблем и исходные файлы теоретически можно удалить если вы не хотите их держать то проблема это решается дальше 4k несет в собой проблему компьютерной мощности для того чтобы это все обработать нужен мощный компьютер но решается эта проблема с помощью прокси файлов я думаю вы знаете что такое но суть в том что прокси файл это копия вашего исходного файла но в малом разрешении адоб премьер делает это практически автоматически то есть когда вы верстаете адоб премьер используют небольшие файлы работать с ними быстро когда же вы репуете окончательно это видео он использует большие файлы то есть проблема это как-то может решаться то есть если говорить про 4k если у вас есть дома телевизор если вы снимаете видео для себя любимого то почему бы не снимать в 4k если вы делаете это на публику то наверное публика не готова просматривать видео в 4k но такие отличия стоит ли выбирать или не стоит мне лично нравился mark 2 и учитывая что цена на него сильно упала я бы советовал mark 2 но не ругайте меня через три года когда вдруг появится все в 4k но не думаю следующий вопрос который хотелось бы разобрать сегодня наверное последний на сегодня это переходить ли зеркалки или нет и вообще выбор между зеркалкой и mark 3 зеркалка вот на которую я сейчас снимаю из которой мы проводили опыты я ее купил в два раза дешевле чем mark 3 новый ну понятно чтобы уж на и снимать ей удобно но она большая поэтому мой совет будет такой если вы хотите снимать дома в постоянных условиях все это на штативе то наверное лучше бы снимать зеркалкой пусть даже какой-нибудь старой бэушной если вы постоянно в движении нужно фотографировать снимать в дороге и видео и фото то имеет смысл конечно маленькая камера то есть маленькую камеру я беру всегда с собой когда еду куда-нибудь вплоть до велосипеде на что касается перегрева я снимаю сейчас на canon 70d на большой фотоаппарат и он постоянно перегревается мне приходится уносить его домой класть под кондиционер и опять продолжать съемку дело в том что сейчас на улице как вы слышали google ответил 43 градуса несмотря на то что солнце вот-вот уже скоро сядет самому тут говорить трудно не то что фотоаппарату сейчас минут через 20 солнце скроется и мы еще раз попробуем с вами сравним автофокус большого фотоаппарата и маленького но уже не при таком ярком свете а наоборот в умеренном даже в скажем так в сумерточном свете вот дождался когда солнце немножко спало это большой фотоаппарат примерно на расстоянии я вытянутой руки от них давайте проведем эксперимент теперь я отойду метра на два и буду заходить в кадр увеличим дистанцию сейчас наверно метра четыре подойду очень близко давайте подытожим то есть мы сравнили с вами фотоаппараты вы видели отличие не буду сильно настаивать на своем мнении но я не вижу большой разницы с автофокусом мне кажется что шум развернувшийся по поводу автофокуса нового mark 3 бесполезен и вы видите сами что если говорить именно про автофокус а я сегодня настраивался только под автофокус не смотрите на качество картинки если нужно качество картинки то мы сделаем другие с вами тесты наводит он резко так же точно как и большой canon 70 и проверенный годами второй мы разобрали с вами новую прошивку как видим там больших изменений нету внесены только косметические изменения и выбирать ли mark 3 или mark 2 мое мнение mark 2 неплохой фотоаппарат на этом все увидимся в следующий раз задавайте вопросы если что-то интересное